Это наш новый проект «Два квадратных метра свободы». Здравствуйте! И снова я, Ряполов Сергей, эксперт в вопросах ЖКХ и ОСМД. Поздравляю вас с Новым годом огненного петуха и Рождеством! Я желаю вам, чтобы в этом году в вашем доме было тепло, чтобы газ в вашей комфорте был качественный, чтобы крыша перестала течь. В 2017 году Кабинет Министров и Местной Власти нам обещали много программ и даже целый фонд энергоэффективности для помощи частным лицам и ОСМД в энергоэффективных мероприятиях. В конце января мы посмотрим, как предусмотрели их бюджеты эти статьи расходов. В 2016 году теплые кредиты выдавались тремя государственными банками. В этом году у нас добавляется новый национализированный банк – Приватбанк. Он тоже становится государственным. В конце января мы посмотрим, какие программы по энергоэффективности нам сможет предложить Приватбанк. В 2017 году у вас есть шанс снизить расходы благодаря следующим полезным советам, если, конечно же, не хотите платить такие же высокие тарифы, как платите сейчас. Вот вам первый совет. Это двухзонный счетчик на электроэнергию. Двухзонный электросчетчик. Что это такое? Это счетчик, который считает днем тариф такой же, как у вас есть и сейчас, а ночью считает дешевле в два раза. То есть вы, если ночью поставите стиральную машину, хлебопечь, мультиварку, все это электричество будет делиться пополам. Второй совет – это обязательно установить везде, где у вас есть освещение, светодиодные лампочки. Потому что вместо 60 Вт, либо 20 Вт, вы можете поставить 6-ваттную лампочку стоимостью 25 гривен, и которая будет вам экономить электроэнергию. Такая лампочка купается за несколько месяцев. Если у вас ОСМД, вы собираетесь экономить на отоплении, но у вас нет средств, первое, с чего вы можете начать, это установить две двери на входе, чтобы не выпускать теплый воздух и не впускать холодный. И установить их плотно. Законопотить окна и закрыть на крыше все щели, чтобы у вас теплый воздух не выходил. То есть первое мероприятие, самое дешевое – это сохранение энергии, элементарно закрыв щели. Если вы вдруг задумали утеплять свой дом, помните одну вещь. Что установка мокрой минеральной ваты на стены, на пол, на потолок – это бесперспективное мероприятие. Именно по этой причине мне самому лично больше нравится пенопласт. Он не промокает и сохраняет свои свойства по теплопроводности. И помните, что 5 см пенопласта – это равняется 50 см красного кирпича, 90 см белого кирпича и 2 метра 15 см бетона. Поэтому, когда человек говорит, что у меня толстая полуметровая бетонная стена, можете посмеяться ему в лицо. Теперь я хочу ваше внимание обратить на такую вещь, что в интернете бродят много объявлений. «Продам газовый экономитель» или «Электрореактивный усиливатель» или «Электрореактивный экономитель» – не верьте во все эти вещи. Это все фейки чистой воды. Они рассказывают и расписывают, что там упорядочение молекул, там стабилизация токов. Это неправда. Да, стабилизация токов может происходить, но при этом ничего вы не экономите. Еще одним вредным советом в интернете является продажа 5-киловаттного обогревателя, который потребляет каким-то чудом 500 Вт. Такого не бывает. КПД передачи энергии куда меньше, чем 100%, а 500 тем более не может быть. Еще одним ярким фейком является, когда вам рассказывают, что есть теплоизоляционная краска, технологии НАСА с коэффициентом теплоудерживания R4. Так вот, это фейк чистой воды. Не бывает краски, которая имеет такие теплосберегающие свойства. Краска предназначена только для одного – держать ржавение материала. Сейчас, в связи с тем, что у монтажников, высотников нет работы, они часто предлагают утепляться зимой изнутри квартиры. Этого делать категорически нельзя. По одной простой причине. Есть такое понятие, как точка росы, когда у вас выпадает влага между пенопластом и стеной, если пенопласт внутри. И очень часто даже бывает электрика из этого каратит. Мох там развивается вообще шикарно, бактерии. Почему это происходит? Потому что стена холодная, а пенопласт теплый. И происходит передача влаги, выпадения как раз в этом месте. Если вы наоборот, то есть пенопласт снаружи, а стена теплая, этого не происходит. Меня посетило рождественское настроение, я написал для вас стих. Если ты теплопотери хочешь в доме сокращать, постарайся в доме двери герметично закрывать, чтобы зря тепло не тратить, с экономией дружить. Надо в доме двери окна очень быстро утеплить. Если плотно свои стены пенопластом застелить и ТП установить, то и деньги в вашем доме перестанут уходить. С Рождеством вас!